Опыт Павлодарской области по созданию экосистемы по профориентации школьников будут масштабировать по всей республике. Пилотный проект «Атлас новых профессий» доказал свою эффективность. В регионе уже провели профессиональную диагностику 20 тысяч старшеклассников. Накануне регион посетил заместитель премьер-министра Ярала Тукжанов. Он отметил, что инициатива павлодарских властей стала главным ориентиром и для работодателей. Это предприятие, где изготавливают корпусную металлическую мебель, работает со студентами. Дуальное обучение позволило ребятам не только зарабатывать деньги во время летних каникул, но и получить опыт работы на производстве. Именно на это и нацелен проект «Жас Маман». За две недели многому научился. Далее, как хороший исполняющий свою работу сотрудник, показал себя с хорошей стороны. И работодатель сказал, что продолжаешь работать и все хорошо. В колледже предприятия договорились о совместной подготовке кадров. Учебное заведение закупило оборудование по производству изделий из пластика. Студенты под руководством инженеров производят комплектующие изделия для мебели. Такое сотрудничество налажено и с рядом других производственных предприятий. Это одна из десяти целей программы действий павлодарских властей, которая разрабатывалась с учетом мнения жителей региона и получила название «Народной». Сегодня студенты в ходе обучения имеют возможность и определить, получить постоянное свое трудоустройство и деятельность в направлении в последующем по жизни. То есть они могут заняться и бизнесом, они могут определить свою профессию, они могут быть востребованы на рынке труда и могут, честно говоря, по окончанию себя продать просто-напросто. Пилотный проект успешно опробировали в индустриальном центре страны и теперь его будут внедрять по всему Казахстану. От основных профессий определил потребность и спрос на рынке труда. 15 новых и 25 обновленных специальностей внедряют в учебный процесс колледжей и в центрах актуальных профессий. Будет охвачено до 5000 человек, половину из которых ждет стажировка на крупных промышленных предприятиях области. У нас основная цель исполнить поручение президента и исполнить программу повышения доходов населения, как готовить новых профессионалов, новых специалистов по нужным для экономики каждого региона. То есть не тех ребят, которые просто штампуем, а ребят, которые после исследования, после аналитики, выявлены новые места, новые профессии, которые нужны уже работодателю конкретно. Север Казахстана считается трудодефицитным, поэтому отныне правительство решило направлять переселенцев только в центральные и северные регионы страны. Павлодарская область сейчас в лидерах программы переселения. За последние пять лет сюда переехали более 10 тысяч человек, много многодетных семей, часть из которых запустили собственный бизнес. Их поддерживают в центре женского предпринимательства, работу которого вице-премьер назвал показательной и предложил взять на вооружение другим регионам. В этом году в Павлодаре открылся и центр поддержки семьи Бакаты-Отбасы. Его специалисты планируют охватить социальной поддержкой почти 3000 человек. В следующем году местные власти запустят еще один пилотный проект. Он будет направлен на повышение доходов населения в сельской местности. В конечном итоге все вместе создаст условия для социальной интеграции в экономику людей с низким уровнем доходов. Ербулабишев, Самат Аспанов, Параг Игрик, Женстем Ербулат, из Павлодара, Хабар, 24.